Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Прецветок. С вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. О чем мы сегодня поговорим? Мы сегодня поговорим о таком подручном материале, который есть под рукой, но не все догадываются, что этот материал, который есть в природе, называется сосновые шишки. Он принесет пользу как в саду, так и на огороде. Почему мы не обращаем внимание на этот материал? Это подручный материал, который легко доступен, легко найти и можно использовать в саду. Просто не все об этом знают. Вот об этом давайте поговорим. Ну, сосновые шишки – это опад. Опад плодов сосны. Грубо, это опад плодов сосны. Они опадают, семена высыпаются, шишки опадают и лежат. Ну, в этих шишках есть несколько замечательных свойств. Первое замечательное свойство, что эти шишки пропитаны смолами. Пропитаны смолами, поэтому они очень медленно гниют. Так вот, высаживаете вы какое-то плодовое дерево, какой-то кустарник, и вам необходимо сделать дренаж. А у вас, когда зло, ни камней нету, ни кирпича битого нету, ни керамзита, ничего нету. Но есть рядом лес. Не поленитесь. Сходите в лес, наберите сосновые шишки и делайте дренаж. И именно с сосновых шишек можно под любым деревом сделать дренаж, если он вам необходим при посадке саженцем. Сделали дренаж слоем 10-15 сантиметров, все, ваше растение будет дренажом обеспечено на долгие-долгие годы. Потому что шишки будут раздаваться где-то в течение примерно 10-15 лет. Поэтому дренаж будет долгоиграющий. Это одно назначение сосновых шишек. Далее. Сосновых шишек вы можете, опять же, сосна растет практически всюду. По всей территории. Не только в Белоруссии, например, но и в нашей Сибири растет, она и растет. Даже и в более южных краях. Велье не всюду встречается, а сосна встречается всюду. И сосны бывают, конечно, разные, но смысл не в этом. Все сосны образуют шишки. Так вот, эти шишки можно очень прекрасно использовать как мульчирующий материал. То есть, что мульчирующий материал? Взяли почву вокруг растений, засыпали шишками. Засыпали шишками. Влага будет испараться медленно. И эта мульча должна также играть, то есть, работать у вас долгие-долгие годы. И вот еще одно очень интересное свойство сосновых шишек. Многие не догадываются. Так вот, если у вас возятся шлизни и муравьи, значит, все растения, которые повреждаются шлизнями и муравьями, вы обсыпаете сосновыми шишками слоем где-то 5 сантиметров примерно. Обсыпали сосновыми шишками. Значит, ни слизни, ни слизни, ни другие вредители уже не полезут на ваши растения. Потому что, как бы, и запах отпугивает, и вот эти острые концы также отпугивают многих вредителей. Вот, знаете, знаете об этом. Также, вот, это, видите, такой биологический способ борьбы с вредными объектами, которые будут нападать на наши растения. Поэтому воспользуйтесь, это не ядохимикаты, это, во-первых, и для здоровья полезно, и для растений также очень полезно. Ну, тут некоторые говорят, делают опасения, что вот, мол, насыплем шишек, высыплются семена, и мы, в общем, будем потом заниматься ненужной прополкой сходов. Нет, вы ошибаетесь, очень ошибаетесь. То есть, в каком отношении, из своего опыта, замечу, что, значит, шишки раскрываются на дереве, когда от периода завязывания до периода созревания проходит 2-3 года. Так вот, семена раскрываются, высыпаются из этих шишек в сентябрь-октябрь месяц, то есть осенью. Но сами шишки, из которых высыпались семена, опадают только весной, март-апрель месяц. Поэтому, понятно, что они уже до марта-апреля, никаких семян там нету. А то, что упало раньше на землю, оно также уже находится без семян. Поэтому опасения, что ваши шишки принесут эту самую самосеву, это беспочвенно. Не забывайте, что шишки полезны, но также полезен и второй продукт, который есть под сосны, можно найти. Это их не иголки. Игла сосны является очень хорошим, утепляющим материалом. Поэтому многие растения, которые необходимо укрывать на зиму, вы можете просто-напросто засыпать иголками сосны. Они, во-первых, пропускают хорошо воздух, они не промокают, и растениям это нравится. И это будет хорошая защита растениям от морозов, теплолюбивым. Ну, не теплолюбивым, любые растения, которые укрываете, можете воспользоваться. Ну, хотя шишки играют точно такую же роль. Просто по шишкам надо брать побольше слой, чтобы они брали слой утеплительного материала. Ну, вот, у некоторых возникнет вопрос, что, Петр Николаевич, вы советуете сосновые шишки, а почему бы не взять еловые? Так вот, еловые шишки нам не подойдут по одной простой причине, что еловые шишки почему-то очень привлекают муравьев. И муравьи со всего участка ползут туда, где положены еловые шишки, то есть шишки из елей. Помните об этом. Но, опять же, здесь есть очень хороший вариант. Раз шишки из елей привлекают муравьев, мы можем сделать ловушки. Для того, чтобы эти ловушки работали эффективно, значит, что мы возьмем сделать? Если у вас участок посажен, есть пустые места, ловушки делать будем на чистых, в земле, на земляных местах. Вот, если у вас растет газон, придется пожертвовать где-то кусочкам газона. Делаем круг, прокапываем газон, травой вниз сложим, огораживаем эту площадь шлангом, ну, поливочный шланг, кусок поливочного шланга, огораживаем. Почему? Чтобы он не расползался, наша конструкция. И выкладываем шишки, еловые шишки. Выкладываем еловые шишки, поверьте, в течение лета все муравьи собираются под ваши эти шишки. Делают свои муравейники. Ну, а что это дает нам? Что муравьи со своего участка собрались, и в одном месте мы можем их или куда-то вывезти вместе с землей, или можем уничтожить. Тут уже выбор за вами, как вы будете поступать. Так вот, эти природные материалы доступны, аксосновые шишки, так шишки и зелье доступны, и в использовании используйте. Вы же поняли, в чем их польза. Польза, значит, во-первых, это дренаж, это мульчирующий материал, и это защита от слизней, улиток и прочих вредных объектов. Ну, а шишки зелье помогут вам избавиться от муравьев на участке. Смотрите наши ролики. У нас есть много интересных сюжетов и про подручные материалы, и другие ноу-хау, как сейчас модно говорить. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok